Здесь чудеса случаются. Главное их заметить. На шпиле колокольни металлический ангел с трубой. Символ божественных вестей. Сегодня под колокольный звон. Андрей прихожанин храма. При Никитской церкви он три года. Столько же звонит здесь в колокола. Инструмент с историей и особенным звучанием. Это вот зазвонные колокольчики. У них такой звон. Нежный, да? Звонки. Зазвонные они называются. Зазвонные. Это подзвонные колокола. Ну их в зависимости у нас их семь представлены. То есть благовест, три подзвонных и три зазвонных. Установлено звонится на крепкой площадке. Отсюда чудесный вид. Усиливает впечатление музыка колоколов. Услышать инструмент могут и прихожане, и посетители Никитской церкви. Для них открыта и смотровая площадка. Святыня возрождается. Фотографии января 2021 года, когда мы начали косметический ремонт в помещении третьего этажа в приходской трапезной. Фотоальбом теперь ценный свидетель истории. По признанию отца Ярослава, фото до и после преображения Никитской церкви во Владимире сохранились чудом. Это новая трапезная. Окна, которые не красили три десятилетия. Стол, за которым теперь собираются служители и прихожане. Все знают, чего стоило привести в порядок в старые церковные помещения. Были обломки каких-то перегородок, поломанные письменные столы, парты, стулья. Более пяти камазов мы вывезли, наверное, точно отсюда. Лома. А это не просто лестница, а чудо из 19 века. Но долгое время конструктивный элемент выглядел невзрачно. Прихожане Никитской церкви несправедливости справили, привели лестницу в порядок. Напротив еще одно чудо – распашная дверь. Исторический момент. Впервые после преображения Нижнего храма на первом этаже церкви проводят богослужения. По большим праздникам тоже. Певчие церковного хора репетируют свою программу именно здесь. Есть в приходе люди, без которых возрождение святыни было бы еще труднее. Троих благодетелей отметили высшей епархиальной наградой. Благодаря их помощи первый этаж церкви преобразился. Мария – регент Никитской церкви и участница хора. Коллектив готовится ко встрече одного из главных христианских праздников – Крещения Господня. Вы слышите, какая здесь акустика? Попробуйте громко вдохнуть. Вы слышите? Вот. А когда люди поют, когда люди молятся, это вообще очень впечатляет. В храме будет еще красивее и теплее. Это помещение для установки газовой котельной. На столе отца Ярослава утвержденный согласованный проект. Сделать доброе дело и помочь в его воплощении может каждый. Реквизиты на сайте Никитской церкви в разделе «Контакты». Стоимость проекта ориентировочная, потому что сейчас цены колеблются и каждый день изменяются. Внутреннее оборудование – это около 700 тысяч. И примерно столько же – это внешние работы. То есть проводка внешнего газопровода, подключение газа и археология. Никитская церковь во Владимире – памятник архитектуры федерального значения. Об этом свидетельствует табличка на фасаде. В свое время церковь осветил духовник самой Екатерины Великой и епископ Павел. На паспорте уникальные факты истории. Здесь же редкое фото иконостаса высотой 14,5 метров. А вот то самое окно, в которое смотрел Олег Янковский в культовом советском фильме «Полеты во сне и наяву». Судьба киноленты под стать историей Никитской церкви со своими падениями и взлетами. Но точно одно – 260-летие святыни встречает преображенной. Наталья Забнина, Владислав Панин, Телеканал. Вариант.